МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Решить проблемы с помощью одного звонка. На базе ЛГЖТ работает единая диспетчерская служба. Проект сформирования комфортной городской среды реализуется в Люберцах. В Подмосковье провели рейд «Честный киловатт». Телеканал ЛРТ отправился в поход по акватории Пироговского водохранилища. 1 сентября для детей и родителей начинается отсчет Нового года. Учебного. 43 школы Люберец вновь открыли свои двери. В них будут получать знания более 30 тысяч ребят. Это на 2700 больше, чем в предыдущем году. В День знаний корреспонденты ЛРТ побывали на торжественных линейках в Люберецких школах. И Луиза Игиазарян расскажет о празднике в гимназии номер 41. В школе ждут меня друзья, школа ты моя семья. Здесь все мне рады, точно знаю я. Особенно в этот день радуются первоклашкам, которых ждет долгий и счастливый школьный путь. На первую торжественную линейку они вышли вместе с учителями и старшими друзьями, которым скоро предстоит прощаться с гимназией. После того, как на праздничную площадку вынесли флаг России, все дружно запели гимн страны. На празднике присутствовали почетные гости. Среди них сотрудники управления образования, представители администрации, а также местные депутаты. Сегодня День знаний, День первого звонка, День встречи с новой школой, с новыми друзьями, с учителями. И впереди у вас, дорогие дети, большой, непростой, но очень интересный период времени. Успехов в свершении ваших путей, здоровья, счастья, мира, добра всем. После многочисленных поздравлений и творческих выступлений слово предоставили главным виновникам торжества. И сегодня праздник у нас. Первый раз идут первоклассники в свой приветливый школьный класс. Не менее особенным этот день является и для выпускников, ведь в качестве учеников они отмечают День знаний уже в последний раз. Для гостей праздника они исполнили веселый танец. Право дать первый звонок в новом учебном году предоставили ученику 11-го класса Вадиму Черткову и первокласснице Василисе Смирновой. После торжественного мероприятия воспитанники 41-й гимназии отправились в свои классы. Первый урок у самых маленьких школьников прошел необычно. Их навестили сказочные персонажи. Я буду называть предмет, если этот предмет нужен в школе, вы хлопаете в ладоши. Попробовали. Если этот предмет не нужен в школе, вы топаете на карту. С шуточным заданием ребята справились на отлично. Несмотря на то, что мальчики и девочки пришли в гимназию впервые, они показали хорошие знания. А в память о первом учебном дне учитель раздал детям подарки и сувениры. Луиза Игия Заря, Никита Скраган, телеканал ЛРТ. Мы продолжаем наш специальный выпуск. День знаний – это праздник, который никого не может оставить равнодушным. Взрослые сами когда-то ходили в школу. Многие из них сегодня проводили своих детей на праздничную линейку в форме и с букетом в руках. А как встречали учеников в гимназии номер 16 «Интерес» смотрите далее. У нас в этом году очень много первоклассников. Мы набрали 6 первых классов. Это 170 первоклассников. Пожалуй, они главные на этом празднике. Сегодня для первоклассников и их родителей ответственный и важный день полной гордости и радости. Дети и родители сегодня дарили букеты учителям. Директору школы погода также приготовила приятный сюрприз. Не по осеннему теплый день запомнил совсем надолго. Ну, легкой учебы, да, чтобы им сопутствовала удача. Сейчас учиться тяжело, нагрузки большие. Поэтому, ну, чтобы у них все как бы легко шло. Ну, хороших оценок, хорошего настроения друзей, дружный класс. И хороших взаимопониманий с учителем. Я бы очень хотела пожелать родителям, чтобы они с пониманием относились к школе, чтобы они любили своих детей, чтобы школа и родители всегда были соратниками, союзниками. Потому что мы делаем одно дело – воспитываем их детей. По всей России сегодня прошли торжественные линейки. В этом учебном году за парты сядут 15,5 миллионов учащихся. Мария Лапчева, Дмитрий Родзянко, телеканал ЛРТ. Первое сентября в этом году наверняка запомнится жителям северной части города больше остальных. В День знаний там открыли школу инновационной направленности. Трехэтажное здание, рассчитанное на 1100 мест, укомплектовано по последнему слову образовательных стандартов. Школа открыта! Первое сентября в этой школе особый двойной праздник. Ведь сегодня здесь отмечают не только День знаний, но и День ее открытия. В Российской Федерации тысячи школ. И вот в этой большой реке образования сформирована новая 28-я школа. Мы сегодня с вами формируем историю школы. Сегодня мы закладываем традиции школы. На торжественной линейке родители, родственники, друзья, будущих учеников и, конечно, главные на этом празднике, сами дети, для гостей мероприятия подготовили праздничный концерт. Шеркают погрянные, гроздь теребит, как соус дни веселые. Сегодня школа открывает вам свои двери. Вступят 800 учеников. Из них 180 первоклашек сядут за парты. Школа оснащена новейшим оборудованием. Исследуйте, познавайте. Когда-то мы гордились, когда в школе был один компьютер. А в этой школе, Слава Анатольевна, у вас их больше 250, дорогие учителя. У нас с вами трудная, но самая счастливая профессия. Обладевайте знаниями, идите вперед. Да, именно вы, учителя. Чем больше будете знать вы, чем больше вы будете стремиться к совершенству, тем будут умнее и профессиональнее наши дети. На этом ярком празднике произошел, пожалуй, один из главных эпизодов, пока еще молодой истории 28-й школы прозвенел первый звонок. Школа по материальной базе – одна из лучших в Московской области. За свои слова отвечаю. Вы со мной согласны? Это правда. А у нас, у тех, кто строил эту школу, кто развивает этот район, еще один праздник – это сдача объекта. Поэтому, наверное, говоря кратко, хотелось поздравить всех детишек, которые сегодня пойдут в первый класс, всех родителей, которые их проводили, педагогов, которые пойдут в эту школу. Школа действительно впечатляет. Здесь 44 новеньких класса с интерактивными досками, кабинеты практики по физике, биологии и химии, с опытно-исследовательским оборудованием, спортивные и актовые залы, просторные коридоры и холлы, удобная пищевая зона. По словам директора школы, в основном здесь будут учиться дети из близлежащих домов. Мария Лапчева, Дмитрий Родзянко, телеканал ЛРТ. Еще одно образовательное учреждение открылось в Люберцах. Два новых корпуса детского сада номер 6 «Белоснежка» приняли маленьких воспитанников. Гостей праздника ждали выступления детей, торжественные поздравления от представителей местной администрации и экскурсия по саду. Открывается сегодня светлый новый детский сад. Детский садик! Просто диво! И как выглядит красиво! Этого события жители микрорайона Красная Горка ждали долго. Еще до своего официального открытия новый корпус детского сада «Белоснежка» принимал именитых гостей. Сюда с рабочим визитом приезжал губернатор Московской области Андрей Воробьев. Здесь же проводили индивидуальную экскурсию для депутата Государственной Думы Лидии Антоновой. Много воздуха, второй свет, бассейн. Есть возможность для занятий с детьми, которым необходима поддержка с точки зрения локопедии, психологической помощи, кабинет психологической разгрузки. Рекреации и зоны сделаны так, что можно их использовать под театральный кружок, под представления, по какие-то конкретные дополнительные занятия. В общем, порадовал проект. Уникальность нашумевшего проекта в том, что он имеет круглую форму. Круглая стеклянная крыша, круглый театральный зал, круглый бассейн и даже круглые светильники. Последний день лета в Люберцах открыли сразу два необычных корпуса близнеца детского сада «Белоснежка». Оснащены, я не побоюсь этого слова, на 100%. У нас и музыкальный зал, и физкультурный зал, бассейн, кабинет логопеда, кабинет психолога. Даже есть разгрузочные комнаты разгрузки, сенсорная комната, компьютерные классы. И завтра мы уже рады принять маленьких, юных люберчан. Каждый корпус «Белоснежки» рассчитан на 150 детей. Некоторые из них, не дождавшись 1 сентября, пришли на праздник открытия детского сада и выступили для гостей. Праздник посетили представители местной администрации и депутаты Московской областной думы. Чиновники поздравили руководство сада, родители и, конечно, детей. Что может быть лучше, когда в семье появляется ребенок? Что может быть лучше, когда он начинает ходить, первые слова, потом в садик? А в садике это своя жизнь, своя орбита, потому что какой бы ни была семья, нет того общения, которое есть в детском садике между такими маленькими ребятишками. Кульминацией праздника стало традиционное разрезание красной ленты. Прямо как в сказке на сцене появились гномы и вместе с чиновниками официально дали старт началу работы двух новых корпусов детского сада «Белоснежка». Мария Лапчева, Дмитрий Шарапов, телеканал ЛРТ. Пусть День знаний чаще всего вызывает ассоциации со счастливыми первоклассниками, не стоит забывать о люберецких студентах, ведь им 1 сентября тоже предстояло, кому вернуться, а кому только и приступить к учебе. В День знаний почти 500 ребят получили заветные студенческие билеты на торжественной церемонии во Дворце спорта «Триумф». Российская таможенная академия отметила День знаний в Люберецком дворце спорта «Триумф». Сегодня этот вуз принял в ряды студентов почти полторы тысячи вчерашних школьников. Торжественный вынос знамени гимн российского государства и поздравительные речи. Первым напутственные слова студентам таможенной академии сказал почетный гость мероприятия, руководитель федеральной таможенной службы Владимир Булавин. Вы выбрали для себя по жизни самую многохранную профессию, профессию таможенного. Вам предстоит овладеть многими дисциплинами в области экономики, права, таможенного дела. О том, что ожидает в новых семестрах студентов, рассказал ректор высшего учебного заведения Владимир Мантусов. В российской таможенной академии есть все необходимое для того, чтобы вы были достойными профессионалами своего дела. И материально-техническая база, и профессорско-преподавательский состав, а также все необходимое для того, чтобы вы прошли практику в таможенных органах. Эстафету поздравлений принял и глава городского округа Люберца Владимир Ружицкий. Он порадовался не только за молодое поколение, но и за их родителей. И сегодня вы горды за себя, но я думаю, что сегодня абсолютно счастливы. И абсолютно переполнены и счастьем, и гордостью. Это родители. Я поздравляю родителей, потому что я думаю, что то, о чем вы думали, мечтали, лелеяли и взращивали, вам сегодня принесло счастье. Далее кульминация события – вручение студенческих билетов и передача ключа знаний от выпускников первокурсникам. Теперь у этих ребят впереди несколько лет счастливой студенческой жизни, с новыми открытиями, знакомствами, творческими и научными победами. Как ощущения? Волнительные. Ждем учебы, начала учебы, чтобы получить новые знания, как нам сегодня сказали, наполнить свои сосуды и зажечься. Мы еще приехали из Беларуси, поэтому хотим познакомиться как с россиянами, так и с Казахстана. У нас в группе все страны СНГ. Учение просто прекрасное. Я поступил в таможенную академию. Когда узнал у нее, прям загорелся просто. Это была прям мечта. И теперь я здесь. Ощущение прекрасное. Ну а не грустно? Вот 1 сентября в прошлом году ты шел в школу, а теперь в институт. Нет, не грустно. Это новый этап жизни, поэтому грусти нет. Я только вижу светлое будущее и иду к нему. Завершился День знаний в таможенной академии сюрпризом для зрителей. Самые творческие студенты, преподаватели и друзья учебного заведения выступили в праздничном концерте. ПЕСНЯ ПЕСНЯ Первое сентября наступило. Школьники сели за парты. Однако в то время, когда родители и ребята готовились к новому учебному году, сами образовательные учреждения также проходили все этапы подготовки. Все учреждения сферы образования, а это 43 школы, 47 детских садов и 5 объектов дополнительного образования, в полной мере готовы встретить новый учебный год. Ремонтные работы и закупка необходимого оборудования завершилась еще в середине августа. На подготовку к 1 сентября из бюджета городского округа Люберсы выделено около 270 миллионов рублей. Для того, чтобы отремонтировать спортивные залы, пищеблоки, провести ремонт систем холодного горячего водоснабжения, ремонтируем, ну вот заканчивается ремонт отопления в ряде учреждений. И к отопительному сезону зимне-осеннего периода также учреждения будут подготовлены. Отдельные условия предусмотрены для льготной категории граждан. Двухразовое питание в школьной столовой бесплатно предоставляется детям из малоимущих и многодетных семей. Сумма финансирования компенсации на школьную одежду не изменилась и по-прежнему составляет 3000 рублей на одного ребенка. Для того, чтобы получить эти деньги, родителям необходимо подать пакет документов не позднее 10 декабря. В целом система готова. И думаем, что при такой качественной подготовке соответствующая будет и успеваемость наших ребят в школе, и настроение детишек в детских садах. В этом году в общеобразовательных учреждениях городского округа Люберцы будут получать знания более 30 тысяч школьников. Это на 2700 учеников больше, чем в предыдущем году. А в детские сады пойдут более 15 тысяч малышей. Их количество также увеличилось на 300 человек. Ежегодная августовская конференция педагогов прошла в Люберцах. По традиции глава округа наградил лучших в этой сфере профессионалов. А учителя подвели итоги работы за прошедший год и поставили задачи на следующий учебный период. На этот раз педагогическая общественность городского округа Люберцы встретилась в гимназии номер 16 «Интерес», которая попала в топ-100 Московской области. Также в списке лучших 41-я гимназия. В приветственной речи Владимир Ужицкий отметил, что количество школ, занимающих лидирующие позиции в регионе, должно непременно увеличиваться. Чтобы таких школ и гимназий было как можно больше в интересах самих педагогов, а точнее директоров. Ведь заработная плата руководителей образовательных учреждений теперь зависит от эффективности их работы. Например, директорам лучших школ назначили стимулирующие выплаты. И теперь они будут получать до 120 тысяч рублей. А для представителей «желтой зоны» заработная плата составит 90 тысяч рублей. Эта система оценки, я хочу сказать, не только самого директора, но и результаты коллективного труда школ. Отмечу, что подобные критерии на муниципальном уровне будут разработаны и для заведующих детских садов. В настоящее время в городском округе Люберцы два учреждения показывают стабильно низкие результаты. 17-я и 19-я школы находятся в красной зоне. По словам Виктории Бунтина, некоторые руководители, которые оказались в «желтой зоне», имеют пограничный результат. И также рискуют попасть в самую низкую категорию. Также начальник управления образованием обратила внимание на такую проблему, как дефицит кадров. В городском округе не хватает учителей начальных классов иностранных языков, а также физики и математики. В целях решения данной проблемы и удовлетворения потребностей в квалифицированных кадрах образовательных учреждений заключены договоры с региональными университетами и институтами высшего профессионального образования. Также в рамках конференции состоялось торжественное награждение лучших учителей городского округа, которые внесли особый вклад в развитие образования. Для тех педагогов, которые посвятили работе большую часть своей жизни, прозвучали отдельные слова благодарности. Глава округа Владимир Ружицкий отметил знаками отличия двух директоров общеобразовательных учреждений, которые в этом году уходят на заслуженный отдых. Гости праздника аплодировали стоя. Луизия Игазарян, Дмитрий Шарапов, телеканал ЛРТ. 1 сентября за парты в тамилинских школах сели 350 первоклассников. Самый многочисленный набор в гимназии номер 18 она приняла в День знаний 113 бывших дошколят. А вот в школе номер 22 первый раз в первый класс пошли всего 8 юных тамилинцев. Два класса сформировали в школе номер 17, по три класса в 14 и 19 школах. Тамилинские дети уже соскучились по школе. Приготовления к новому учебному году завершены. Портфели и форма куплены, и будущие ученики наслаждаются последние недели лета. Однако для тех, кто идет только в первый класс, все немного сложнее. Ведь что ожидает их в школе, ребята еще не знают. А что делают в первом классе? Учатся. Да. Так, твой ответ. Тоже учатся. Нет, а еще что учатся, мы поняли. Ну, учатся, математика, уроки. И перерыв, перемена. Зачем еще в школу приходят? Чтобы учиться, и чтобы мы умели читать и писать. А разве не для того, чтобы кушать и гулять в переменке? Для этого тоже. Для этого тоже? Даша Крылова, как и ее будущая одноклассница, сама вместе с мамой и сестрой выбирала портфель. Важный атрибут школьной жизни, по мнению ребенка, должен быть не только удобным, но и красивым. Ростомер и большой такой вот. А цвет какой? А цвет беленький такой и светящийся. Ну, не светящийся, а белестящий. Анна Крылова, старшая сестра-первоклассница, рассказывает, как готовили Дашу всей семьей. А дома, выбирая всего купленного, в чем пойти на 1 сентября, устраивали показ мод. Конечно, переживания есть, потому что как ребенок воспримет это все. Но я думаю, что с Татьяной Васильевной это будет очень-очень хорошо пройдет. Ну, вы как сестра, на самом деле, предупреждали, что ее ждет. Надеюсь. Пугать пока не буду, но знаю, что будет сложно. Сегодня-завтра в Тамильевских школах проходят родительские собрания и последние репетиции перед 1 сентября. И уже в пятницу прозвучат первые звонки, знаменующие начало учебного года. Станислава Меркурьева, Алексей Табаков, Тамильна ТВ. Очередное заседание Совета депутатов городского округа Люберцы прошло в местной администрации. На повестке дня у народных избранников было 17 вопросов. Среди них норма предоставления общей площади жилого помещения для детей-сирот, а также установление налога на имущество физических лиц. Тему продолжит наш корреспондент. Единогласным решением депутатов в Люберцах введена единая налоговая льгота на имущество физических лиц. Льготные категории поселений Малаховка и Октябрьский, а именно многодетные семьи, малоимущие граждане и ветераны труда, теперь получат скидку при уплате налога на имущество. А что касается налоговых ставок в городских поселениях, то они остались прежними. Обращаю внимание, что в настоящее время все социально незащищенные слои населения, как уже говорил, это все льготники, носители, это пенсионеры, многодетные семьи, малоимущие граждане, ветераны труда имеют соответствующую льготу. А те, которые не имели раньше в поселках, такую льготу получают. Как следствие, соответственно, все социально незащищенные слои населения нами защищены. Также народные избранники утвердили нормы предоставления муниципального жилого помещения в размере не менее 27 квадратных метров для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа. Данный документ подготовлен в соответствии с рекомендациями контрольно-счетной палаты Московской области. Документы установлены в порядке согласованности, замечания и предложения учтены в полном объеме. Спасибо. В комиссии тоже было принято положительное решение. Вопрос очень тщательно тоже рассматривался. Коллеги, есть опрос на калычку? Нет. Стали на голосование. Кто за? Традиционно в канун Дня города Совет депутатов принимает решение о присвоении звания почетного гражданина городского округа Люберцы. На этот раз высокого звания удостоен ректор Московской государственной академии физической культуры Сергей Сейранов. Луиза Егязарян, Дмитрий Родзянко, телеканал ЛРТ. Владимир Ружицкий провел совещание с руководителями компаний, которые оказались на грани банкротства и накопили огромные долги перед налоговой службой и своими сотрудниками. Глава округа дал им поручение в первую очередь найти пути решения по вопросу выплат заработных плат. В городском округе Люберцы в тяжелой финансовой ситуации оказались три предприятия. Электромеханический завод, НТЦ «Эксперт» и ДСАФ. Больше всего долгов накопил печально известный ЛЭМС. Завод не выплатил сотрудникам более 33 миллионов рублей. Кроме того, огромную задолженность он имеет перед налоговой службой и поставщиками по 150 миллионов каждому. Я, к сожалению, других перспектив, кроме, я извиняюсь, банкротства не вижу. И через банкротство удовлетворение всех сторон, кому это предприятие должно. Долг научно-технического центра «Эксперт» перед сотрудниками составил более 19 миллионов рублей. Выйти из этой ситуации руководство предприятия решило с помощью займа. Однако, учитывая, что в этом году заводу не поступало никаких заказов, его, по мнению экспертов, также ожидает процедура банкротства. Не критичная ситуация лишь у ДСААФ. Руководство компании обязалось выплатить долги по зарплатам в середине сентября. Всего организация должна своим сотрудникам 898 тысяч рублей. Наталья Григорьева, Луиза Егезарян, Дмитрий Радзянко. Телеканал ЛРТ. Регистратуры больше не будет. В поликлиниках Московской области с 1 сентября упраздняют это подразделение. Вместо этого все учреждения оборудуют специальными информатами. Делается это с целью оптимизации работы поликлиник. Накануне подмосковные чиновники посетили ЛРБ номер 2, чтобы на собственном примере выяснить, как будут работать новые системы записи ко врачу. Здравствуйте. Мне нужно записаться на прием. Помогите, пожалуйста. Чтобы записаться на прием, мы нажимаем «Записаться на прием» к врачу-специалисту. Теперь мы прикладываем штрих-кодом «Полис». У нас получается, к какому врачу вы хотели бы записаться? К какой специальности? Допустим, стоматология. Екатерина Корнеева, дежурный администратор ЛРБ номер 2, на «ты» с инфоматом, потомком регистратуры. С его помощью девушка за минуту записывает всех желающих к любому врачу. Вот, пожалуйста, ваш талончик, пойдет лечить зуб. Спасибо. Такие инфоматы установлены по всей Московской области. Рядом с каждым дежурит администратор, который поможет решить любой вопрос в рамках записи к врачу. Да, нет, уже не первый раз. Вас устраивает? Очень все устраивает. Все очень хорошо. Никаких проблем? Да нет никаких, в общем-то, и тем более помогает. В Люберцах в тестовом режиме инфоматы функционируют уже четвертый год, но с 1 сентября их применение станет обязательным. Эта новая система позволит нам выйти на новый качественный уровень обслуживания пациентов в наших поликлиниках. Без грубости, без очередей и в максимально удобные временные промежутки для наших граждан. Кроме записи через инфомат, попасть к врачу можно будет, воспользовавшись порталом государственных услуг или позвонив по единому бесплатному номеру. Последний способ лично проверил Андрей Голубев, председатель комитета по вопросам охраны здоровья, труда и социальной политики Московской областной думы во время рабочего визита. Здравствуйте. Здравствуйте. Я бы хотел записаться на прием к терапевту у себя в поликлинике в Кашире. Фамилия, имя, отчество говорите? Голубев Андрей Алексеевич. Сейчас по области работают 60 телефонных линий. В скором времени их количество планируется увеличить до 200. Среднее время ожидания – 2 минуты. Планируется, что эти нововведения оптимизируют работу поликлиники, сделают комфортным пребывание в ней пациентов и сократят время на запись к врачу. То, что на сегодняшний день правительством Московской области и Минздравом организована именно электронная запись поликлинику к врачам, это большой-большой плюс. Потому что вы видите, сегодня нет этих длинных очередей, когда в ручном режиме выдавали талоны. Сегодня у человека расширились возможности. С одной стороны, возможности действительно расширились, а с другой появились страхи. В основном у пенсионеров, которые не умеют пользоваться компьютерами. Им проще записаться к врачу по старинке через регистратуру. Мы на базе Совета ветеранам будем активизировать эту работу, будем помогать пожилым людям осваивать интернет и электронную запись к врачам. Поэтому было дано поручение заведующим всех поликлиник провести такие встречи на местах. В Подмосковье регистратура исчезнет с 1 сентября. На сегодняшний день полностью обеспечены информатами все филиалы ЛРБ номер 2 и детские поликлиники. Чиновники говорят, что городской округ Люберца является лидером по внедрению новой системы записи к врачу. Мария Лапчева, Дмитрий Шарапов, телеканал ЛРТ. Проект «Бережливая поликлиника» реализуется в Люберцах. На прошедшей неделе представители комитета Мособлдумы по вопросам охраны здоровья, труда и социальной политики побывали в поликлиническом отделении Московского областного центра охраны материнства и детства. Именно там действуют принципы бережливости. Что это такое, расскажет Луиза Егия-Зарян. Очередь у регистратуры теперь пережитки прошлого. Отныне пациенты не будут терять в поликлинике свое драгоценное время. Заранее записаться к специалисту в удобный час и в удобный день можно, как говорится, не вставая с дивана. Есть несколько способов, как это сделать. Например, позвонить в колл-центр по номеру 8 800 550 50 30 через интернет-портал госуслуги или с помощью инфомата в медицинском учреждении. Кроме того, руководство поликлиники значительно упростило порядок сдачи анализов. Врач в электронном виде назначает пациенту, например, 8, 8 0 5, 8 0 10, 8 15 с интервалом 5 минут. И уже никакой толпы нет. Стоит отметить, что новый проект облегчит жизнь не только посетителям, но и сотрудникам поликлиники. Теперь вся информация о пациентах полностью переведена с бумажных носителей в электронные. Таким образом, все необходимые сведения о ребенке всегда находятся под рукой у специалистов. Бережливая поликлиника подразумевает высвободить медицинский персонал от ненужной рутины, переложить эту рутину на плечи других структур и к пациенту подойти таким образом, что пациент мог прийти в поликлинику и в один день, в удобный ему день, в удобное ему время посетить нескольких специалистов. Узким специалистом пациента записывает только участковый врач. То есть он приходит, пациент, к участковому врачу, и участковый врач в электронном виде, через определенную программу, доступную только для врача, это только внутренний доступ, он записывает к любому узкому специалисту. Над проектом «Бережливая поликлиника» Московский областной центр охраны материнства и детства работают уже три месяца, но до сих пор в учреждении параллельно с электронной записью велась работа регистратуры. Сейчас вместо привычной картотеки на каждом этаже поликлиники – ресепшн с дежурным администратором. Здесь перешли в полный электронный документооборот. По сути, сегодня такая поликлиника у нас первая. В перспективе, я думаю, что она будет внедрена на территории всего Люберецкого района или городского округа, мы сегодня говорим. Однако такая программа будет внедрена не только на территории городского округа. С 1 января 2018 года опыт Люберецкого медицинского учреждения применят во всех поликлиниках Московской области. Наталья Григорьева, Луиза Игеазарян, Дмитрий Радзянко, телеканал ЛРТ. Те, кто всегда на страже здоровья. Руководители больницы поликлиник 3-го медицинского округа собрались на очередной конференции. Врачи обсудили актуальные профессиональные проблемы, а также рассмотрели ряд вопросов, касаемо изменений в сфере здравоохранения. День главного врача проводится на территории 3-го медицинского округа ежемесячно по поручению Министерства здравоохранения Московской области. Начиная с июня текущего года, руководители больницы поликлиник из городов Держинский, Лыткарина, Котельники и Люберцы обсуждают на таких собраниях самые насущные проблемы в области медицины. Привлечение кадров, улучшение работы скорой и неотложной помощи, а также вопросы взаимодействия с местными и региональными властями. Последняя встреча прошла на базе 6-го поликлинического отделения ЛРБ номер 2. Сегодня мы будем заниматься проблемами также погашениях литовской задолженности, потому что это сейчас очень остро стоит. Также мы сегодня поднимем вопросы кадров и социальной ипотеки. Также сегодня у нас будет отчет по вакцинопрофилактике за первые полугодия. Подобные встречи проводятся прежде всего с целью повышения качества газовым медицинских услуг. Решения, принятые на таких собраниях, фиксируются в протокол, а затем отправляются на рассмотрение в Министерство здравоохранения Московской области. А для более тесного взаимоотношения с властями региона в дальнейшем планируется приглашать на такие встречи представителей Минздрава Подмосковья. Решить проблемы ЖКХ теперь можно с помощью одного звонка. На базе Люберецкого городского жилищного треста работает единая диспетчерская служба, которая принимает обращение от жителей всего муниципалитета. На днях работу системы проверил глава округа Владимир Ружицкий. На данный момент единая диспетчерская служба принимает звонки от жителей Люберец, Октябрьского и Малаховки. Для того, чтобы подключить к системе посёлки Красково и Томилино, остаётся решить технические вопросы. За сутки операторы ЕДС обрабатывают порядка тысячи обращений. Мощности службы позволяют увеличить эту цифру до трёх тысяч. Время ожидания ответа диспетчера не превышает 30 секунд. Все обращения жителей фиксируются. Они записываются, заносятся в специальную электронную базу, где в последующем контролируется их выполнение. То есть мы не только принимаем и передаем эти обращения, мы также связываемся, контролируем правильную компанию, чтобы они решали эти проблемы, с которыми жители к нам обратились. Для обращения в единую диспетчерскую службу на этой неделе заработал номер горячей линии 8 800 301 44 33. Звонок бесплатный как с мобильного, так и со стационарного телефона. А для удобства жителей в ближайшее время запустят короткий четырёхзначный номер, по которому также можно будет бесплатно дозвониться оператору. Стоит отметить, что единая диспетчерская служба работает круглосуточно. Сегодня есть единая служба, мы её называем, единая диспетчерская служба 112. И туда слетается всё абсолютно. Это и скорая помощь, это и пожары, это и вопросы, связанные с полицией, и ЖКХ. И там порой неразбериха. Поэтому мы стараемся со 112 вычленить эти вопросы, что касается жилищно-коммунального комплекса. Люберцы пятый по счёту муниципалитет Московской области, где реализуется такой проект. Подобные диспетчерские службы успешно работают в Королёве, Реутове, Электростале и Жуковском. Такая система значительно упрощает и ускоряет процесс решения тех или иных вопросов в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Луиза Игязырян, Дмитрий Родзянко, телеканал ЛРТ. Представители Общероссийского народного фронта вместе с главой городского округа Люберца Владимиром Ружицким провели приёмку благоустроенной дворовой территории в рамках приоритетного проекта под названием «Формирование комфортной городской среды». Они пообщались с жителями и оценили работу подрядной организации. Живём мы здесь, гуляем тут каждый день. Был здесь ужас, не было ничего. Стояли две ржавые качели, на которых их качала с детства я. А теперь здесь роскошная современная детская площадка. Тут и горки, и качели, и другие игровые элементы. А ещё безопасное и экологическое прорезиненное покрытие. Я люблю кататься на каруселях, на качелях и очень часто гуляю со своими друзьями. Кстати, на этой площадке можно не только гулять и играть, но и спортом заниматься. Вот эта её часть предназначена именно для таких целей. В общем, для местных жителей создали все условия для здорового времяпрепровождения. Благоустройство провели в рамках приоритетного проекта формирования комфортной городской среды. Президент поставил, и лидер общероссийского народного фронта Владимир Владимирович Путин поставил нам задачу, чтобы мы в первую очередь уделили внимание, идёт ли учёт мнений граждан. Было ли учтено, что они хотят увидеть. Две детских площадки, спортивную площадку. Может быть, они там аллею какую-то хотят. На объект также прибыл глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий. Он проинспектировал работу подрядной организации и пообщался с местными жителями. Как тебе здесь, нравится? Нравится, да? Большое спасибо, мы очень долго ждали площадку. Раньше мы ходили по окрестным дворам, а сейчас вот они, собственно, уже скоро смогут увидеть. Кроме детского игрового комплекса для жителей создали и спортивную зону. На этой площадке играют волейбол, баскетбол и футбол. Всё, всё, супер. Особенно эти фонари поставили вы. Да? Это вообще супер. Можете долго играть? Да. Но вечерами вы кричите сильно, когда играете? Нет. Ну, как бы нет. В соответствии с законом о благоустройстве в Московской области, каждая дворовая территория должна иметь шесть обязательных элементов. Это детская игровая площадка, мусорная площадка, информационный стенд, освещение, озеленение и парковка. Их наличие в комплексе и создаёт комфортную среду для жителей. В этом году у нас в программе благоустройство, комплексное благоустройство дворов, у нас 69 дворов. У нас всего 672 двора. И мы ежегодно по программе губернатора и по требованиям Министерства жилищно-коммунального хозяйства, мы ежегодно должны обустроить не менее 10%. Что мы и делаем. Однако в ходе проверки были обнаружены недостатки. Так местные жители жаловались на большую лужу позади дома, отсутствие лежачих полицейских на придомовой территории и нехватку парковочных мест. Все эти вопросы обсуждались коллегиально. Есть легкие замечания и пожелания жителей этого дома, чтобы сделали, например, лежачие полицейские. Есть лужи, которые находятся за этим домом, которые нам глава пообещал победят в 2019 году. Также есть старые элементы на спортивной площадке, которые, видимо, надо либо убрать, либо сделать из них, чтобы они были в рабочем состоянии. И не хватает таблички с номером и улицей на доме. Кроме того, жители попросили заасфальтировать народные тропы. Все указанные замечания местные власти пообещали устранить в течение пары недель. Всего в план комплексного благоустройства на 2017 год в Люберцах включены 69 дворов. В их числе два двора по результатам голосования жителей на портале Добродел. Мария Лапчева, Никита Скраган, телеканал ЛРТ. Энергетики Московской объединенной электросетевой компании отправились в рейд под названием «Честный киловатт». Он прошел в Раменском районе. Там местный житель попытался сэкономить на оплате электроэнергии. В обход закона он самовольно снял с прибора учета пломбы сетевой компании. Кроме того, подключился к электросетям, не заключив в установленном порядке договор. К чему привели подобные действия, выясняла наша съемочная группа. Сегодня незаконное потребление электроэнергии, к сожалению, не редкость. Вот и в этот раз сотрудники энергетической компании проинспектировали еще один адрес в деревне Островцы. Нарушитель самовольно снял с прибора учета пломбы сетевой компании, а также установил автоматический выключатель в 2,5 раза превышающий разрешенную мощность. По данной точке договорное распространение отсутствует, присоединение присутствует. Соответственно, наши сотрудники сейчас отфиксируют все обстоятельства данного факта в бланке соответствующего образца. После этого с даты последней проверки в данном месте производят расчет без договорного потребления. Расчет будет производиться не по показаниям прибора учета, а по сечению кабеля проводника, что соответствует 442-м постановлению правительства Российской Федерации. На территории развалин между двух построек нас встретила женщина с трудом, говорящая по-русски. На каком основании потребляете электроэнергию и как ее оплачиваете? Я не знаю, я не хозяйка. А вы здесь кто? Повар. Вы здесь повар. А кто тут еще есть? Прораб какой-нибудь? Нету, все работают. Все работают где? Не знаю. То есть в здании никого нет? Нет, нет. Затем женщина попыталась дозвониться до некой хозяйки. Безуспешно. Владелец этой территории, на которой есть два здания, между ними дымящаяся свалка бытовых и строительных отходов так и не появилась на месте ЧП. Но откуда ни возьмись, к месту происшествия подожжил мужчина, представившийся Гариком. Как мне к вам обращаться, уважаемый хозяин? Просто Гарик. Просто Гарик? Гарик, вы хозяин этого всего? Гарик, расскажите, на каком основании осуществляется энергоснабжение вот этого вашего всего? Как вы потребляете электроэнергию? И самое главное, как вы за нее платите? После долгих представлений друг другу сотрудники МАЭСК решили еще раз объяснить мужчине, по какому случаю они здесь. Да, да, что она обратила? Вот ей написали, обратился бы Гарик уважаемый, написали бы уважаемому Гарику. Да, что обратили она? Она обратилась за технологическим присоединением. Ее подключили, а договор энергоснабжения она заключать не стала. Потребляет и потребляет. С 16-го года и не платит. Гарик сообщил энергетикам, что вся документация у него есть. Договоры, энергоснабжение тоже. Одно но. Все это находится в офисе. А если я провезу это все плачешь? Если вы провезете договор энергоснабжения по этому счетчику? Я еще раз говорю. Я провезу. Нет, нет его у вас. А если я провезу перед камерой, перед всех людей? Да, да. Вам увольнять из работы? Привозить, привозить. Да? Или посадить? Привозить. Гарик, привозить. К сожалению, спустя время Гарик так и не вернулся к проверяющим энергетикам с необходимой документацией и договорами. Представитель потребителя, который находился на объекте, где было установлено безучетное и бездоговорное потребление, мне в условленное время не прибыл. То есть составляется акт безучетного и акт бездоговорного потребления. Стоит отметить, что сегодня процедура заключения договора энергоснабжения максимально упрощена. Заявку можно подать в личном кабинете на портале МАЭСКО. Законное подключение к электроснабжению для потребителей, которым необходимо до 15 киловатт мощности, стоит всего 550 рублей. Это наверняка дешевле, чем стоимости похищенной электрической энергии и затраченных нервных клеток. Наталья Григорьева, Екатерина Скрижалина, Дмитрий Родзянко. Телеканал ЛРТ. А теперь немного о спорте. В начале минувшей недели состоялся матч по мини-футболу между командами «Спартак» и «ЦСКА». Непримиримые соперники встретились во дворце «Спорт и триумф». Перед началом мероприятия болельщиков дала развлекательная программа, предматчевое шоу, конкурсы и призы. А кто победил, расскажет наш корреспондент. Новый турнир под названием «Кубок вызова» организовало руководство мини-футбольного клуба «Спартак». В качестве первого соперника они выбрали команду «ЦСКА». В дальнейшем проведение таких матчей станет с традицией. В них будут принимать участие самые известные московские клубы. Такие как «Динамо», «Дина» и многие другие. Хорошее начало. Я думаю, что это просто небольшая реклама для «Спартака» и для «ЦСКА» в свое время, чтобы люди немножко проснулись в плане того, что есть мини-футбол в Москве, есть такие команды, как «ЦСКА» и «Спартак». Это дерби московское. Поэтому организовал. Я думаю, что мы тоже то же самое сделаем. В конце года такой же кубок вызова только «Спартаку». В открытии матча принял участие глава городского округа Люберцы Владимир Ужицкий. Он отметил, что дворец спорта «Триумф» с этого дня стал домашней ареной мини-футбольного клуба «Спартак». Я надеюсь, что именно футбольный клуб «Спартак» получит постоянную прописку в Люберцах, а наши жители получат огромное удовольствие от игры, потому что «Спартак»… Затем глава округа сделал первый символический удар по мячу, и игра началась. Футбольный клуб «Спартак» не заставил своих болельщиков долго ждать и забил гол ворота соперника буквально в первые минуты игры. Чуть позже «ЦСКА» сравнял счет. Но занять лидирующую позицию команде так и не удалось. Первый тайм завершился с результатом 3-1 в пользу «Спартака». Судя по игре «Спартак» сильнее, то есть видно, что команда поопытнее, плюс в «ССКА» наблюдается много молодых игроков. Я думаю, сегодня «Спартак» должен одержать победу. Но опять же, это пускай и мини, но футбол. Произойти может все, что угодно. Прогнозы профессионального футболиста сбылись. Несмотря на то, что клуб «ССКА» уверенно догонял противника на протяжении второго тайма, одержать победу команде все-таки не удалось. Игра завершилась со счетом 5-4. Победителями Кубка вызова стали «Спартаковцы». Шикарная игра. Самое главное, что пришло много народу. Эмоции, выплески. Главная победа. «Спартак» победил. Да, это первый турнир, он такой показательный. То есть мы проверили площадку, мы посмотрели, будут ли зрители. Зрители есть. И дальше уже будет чемпионат. И все игры чемпионата будут проходить в Люберце по субботам. Лучшими игроками команд стали Александр Копейкин из «Спартака» и Виктор Филатов, представляющий клуб «ССКА». А капитана красно-белых Сергея Абрамова признали самым ценным игроком турнира, так как именно его гол на 37-й минуте оказался победным. Луизия Гязырян, Дмитрий Родзянко, телеканал ЛРТ. Люберчане впервые отпразднуют день рождения городского округа Люберца 9 сентября, а не 16-го, как планировалось ранее. А вот самим Люберцам в этом году исполнится уже 394 года со дня основания. Праздничные мероприятия планируется провести на центральной площади города. Также в торжестве примут участие глава городского округа Люберца Владимир Ужицкий и представители администрации. День городского округа Люберца в этом году отмечается во вторую субботу сентября. В программе праздника выступления местных творческих коллективов и приглашенных эстрадных артистов. Выставки экспонатов городского музея, а также кулинарный поединок. Детские и взрослые спектакли. На стадионе Торпета планируются спортивные состязания и многое другое. Завершится торжество традиционно праздничным салютом. Не пропустите день рождения городского округа Люберца 9 сентября. Екатерина Скрижалина, телеканал ЛРТ. Ракетно-космическая корпорация «Энергия» в этом году отметила 71 год со дня основания. По этому случаю ее сотрудники устроили настоящий праздник на воде. Мероприятие прошло на Пироговском водохранилище. Принимала участие в водном параде и съемочная группа телеканала ЛРТ. Владимир Пучков с детства на «ты» с водной стихией. Управлять судами начал еще в юности. Вот уже много лет работает в Ракетно-космической корпорации «Энергия», а также возглавляет автономную некоммерческую организацию «Яхт-клуб «Вымпел». Сегодняшнее мероприятие посвящено Дню образования Ракетно-космической корпорации «РКК «Энергия». Проводится оно в рамках спортивно-оздоровительных мероприятий, социальной направленности для работников РКК «Энергия» и членов их семей. В числе приглашенных оказалась и съемочная группа телеканала ЛРТ. Вместе с остальными участниками мероприятия мы отправились в поход по акватории. Но сначала водный парад на яхте с гордым названием «Арсений». Сама водная прогулка длилась примерно три часа. Маршрут прошел по Пироговскому и Клязьминскому водохранилищам. За это время участники мероприятия познакомились с береговыми окрестностями и впечатлились живописными видами. Возвращение на берег участников похода по акватории переполняли эмоции. Даже те, кто уже совершал водные прогулки, остались довольны. Но для тех, кто покатался на яхте в первый раз, это стало настоящим событием. Мне понравилось. Я управляла даже яхтой. Вообще я здесь первый раз на Пироговском водохранилище, первый раз на яхте каталась. Впечатления очень интересные. Природа понравилась. Обстановка совсем другая. Походы по акватории автономная некоммерческая организация «Яхт-клуб Вымпел» устраивает регулярно. Особенно ее сотрудники отмечают три праздника в году. День России, День военно-морского флота и День образования ракетно-космической корпорации «Энергия». Мария Лапчева, Никита Скраган, телеканал ЛРТ. На очереди наша постоянная рубрика «Свободный микрофон». На этот раз съемочная группа ЛРТ вышла на улицы города, чтобы узнать, какие планы на осень люберчан и чем они планируют заняться в ближайшие месяцы. Унылая пора, а чьи очарования? Приятна мне твоя прощальная краса. Люблю я пышные природы и увядания, в погрец и в золото одетые леса. Осень, пожалуй, любимое время года великого классика Александра Сергеевича Пушкина. Мы решили спросить люберчан, какие же у них планы или идеи на осенний сезон. Ну вот хорошее время подумать, как-то так настраивает мозги на размышления. Потому что летом ты такой тусить, тусить, что-то там с этими, с этими, с теми. А потом ты как-то так останавливаешься и можешь как-то это все переваривать осенью. Вот мне за это вот осень больше всего нравится. Но еще запахи приятные обычно осенью. Неплохое. А сейчас все приятное время года. После 60 оно как-то все кругом приятно. Сидеть у телевизора. Если будет погода хорошая, конечно, гулять будем. А вы любите общую осень? Люблю. Хорошую осень. Недождливую. Очень люблю. Особенно сейчас какая-то красивая. Красота. Только любоваться на нее. Готовит КИГ ребенка. КИГ ребенка? Да. Одного подготовила, выпустила, в институт поступил. Теперь второго. Да? А отдыхать? Отдыхать. Отдохнем потом. На работе стабильная. Стабильная атмосфера, стабильная работа. На дачном участке. Хочу провести большое количество, большее количество времени. Хочу посетить мать. Пожалуй, все. Работа, работа. Никаких планов нет. Только работа. А вы же отдохнули? Нет. Я не отдыхаю, я работаю. Я люблю работать. Отдыхать, а работать? А еще не были в отпуске. А куда поедете? Ну, куда-то за граничку. Чтобы она была теплая, не дождливая сильно. Потому что лета так такового у нас и не было. И так планы у всех разные. Кто-то работает, кто-то поступил в университет и продолжает учиться. Ну, а некоторые просто собираются отдыхать на даче или за границей. Хотя есть одно то, что всех объединяет. Люберчане мечтают о теплой солнечной осени. Потому что яркого лета в этом году катастрофически не хватило. Не покупай, возьми из приюта. Под таким хэштегом в интернете люди размещают фотографии и видео животных, которых они взяли домой практически с улицы, а не приобрели у заводчиков. Истории чудесных спасений то и дело появляются на просторах всемирной паутины. Одну из таких расскажет Мария Лапчева. Это Фиона и свою еду, как, впрочем, и весь окружающий мир она не видит. Кошка потеряла оба глаза, находясь в приюте. Туда ее сдали бывшие хозяева, совершенно здоровую. Вот так Фиона выглядела, когда только появилась в приюте. За это время кошка заразилась панликопенией или попросту чумкой. Болезнь удалось победить, но, к сожалению, страшной ценой. Ценой красивых зеленых глаз. И я ее увидела, в общем-то, у девочек в Инстаграме. Они постоянно делали про нее посты. Но уже на тот момент у нее как раз уже не было глаз. Решила собрать, потому что она выглядела, ну, мягко говоря, не очень приятно. И она была, да, совершенно такого вида. Я поняла, что ее просто никто не заберет. Не знаю, меня настолько это как-то, ну, зацепило. Обычно, прежде чем взять животное из приюта, предполагаемые хозяева стараются с ним познакомиться. Но Элина Фион увидела только на фотографиях. Первая их встреча произошла уже тогда, когда девушка приехала забирать кошку. Сейчас Элина признается, затея была рискованной. Девочки говорили, что ты бы с ней познакомилась, вдруг у вас какие-то... Ну, не сойдетесь к характеру, в конце концов, может, она тебе не понравится или ты не понравишься. Но я об этом подумала уже после того, как ее забрала. То есть это было несколько, ну, вообще не очень на меня похоже. Ну, нам просто повезло. Вот, видимо, она прям меня ждала, а я ее. Фионе повезло. После жестокого предательства и нелегких испытаний она все же дождалась своего человека. Такие добрые истории вселяют надежду на то, что каждое приютское животное найдет дом. Давай лапу. Давай лапу. Пока еще не потеряла веру в людей и Матильда, двухлетняя собака. Вот уже год она живет в приюте Некрасовка и находится под кураторством волонтерского проекта «Котовский эндсобакен». Матильда абсолютно здорова, полностью привита и стерилизована. Мотя по характеру и защитница, и подруга. То есть она может и защитить. Она не в семью, где есть уже еще одна собака, она, к сожалению, не подойдет. Потому что она не принимает хозяин только ее. Она очень ревнивая в этом плане. Матильда станет идеальным питомцем для спокойных людей, которые больше всего любят понежиться на диване перед телевизором. Она не будет требовать бегать с ней по парку, часами гулять по улицам. Любимое занятие Моти – это лежать вот в такой позе. И так, может, часами, да, она лежать? Матильда – спокойная, уравновешенная, умная и дружелюбная собака. Она небольшого размера, что позволяет держать ее даже в квартире. Девочка очень ждет своего хозяина. Не покупай, возьми из приюта. Мария Лапчева, Никита Скраган, телеканал ЛРТ. Ну что ж, такой мы увидели уходящую неделю. Чем будет интересно следующее, узнаем совсем скоро. Ну а я напоминаю, что все новости городского округа Люберцы есть на страничках нашего телеканала в социальных сетях. Не забудьте подписаться. Ну а пока я, Наталья Григорьева, с вами прощаюсь. Всего вам доброго.